Ребятки, всем салют. Сегодня очередная съемка. Сегодня снимаем пресс-конференцию, бизнес-форум от Альфа-Банка, называется Альфа-Конфер. В общем, 10 часов начала, здесь рекомендую зал. Я рискну предположить, что здесь мест, наверное, на тысячу будет. Плюс-минус на тысячу будет. Потом продолжаю знакомить вас вообще с тем, чем я занимаюсь, с чем занимаюсь моя команда. Дальше больше, господа. В принципе, прекрасно. Собирается народ. Народа будет много. Это не народ. А вас на самом деле не существует. Я вас придумал. Матрица. Да. Прикольная игра. У нас будет отдельная сессия вопросов и ответов, в которую примет участие Михаил Деметьев и Евгений Гаврилов. Закончилась первая часть конференции. Интересный тем подымает. Кинетический интеллект, про духовность, что, кстати, мне очень импонирует. Очень крутые ребята, крутые спикеры. То есть я здесь участвую как бы в двух процессах одновременно и в творческом, и в созидательном, и в интеллектуальном. В общем, мне нравится. Вон люди вышли на перерыв. Может быть, получится что-нибудь перекусить, потому что с собой сюда ничего не пускают, даже воду не разрешили взять. Поэтому покажу еще что-нибудь потом, если будет у вас такая возможность. Поэтому гол. Ну как, как проходит? Как сидишь таки? Пришел, то есть. У меня хорошие люди. Много интересных форматов. Много интересных форматов. Согласен. А что? Что составляет зону? Да. За что пожрать не приходите? Да. Мы об этом думаем. В общем, вот такая конференция, такой баннер. В общем, мы с Лехой нашли пропитание. Как нашли? Нам положено, потому что мы освещаем это событие, поэтому как бы не покушать было бы неправильно, я считаю. Леха стоит в очереди сейчас, правда. Я все взял, все нормально, что все. Такого, думаю, мы точно не останемся. Это вторая часть всего мероприятия до вечера. Здесь немножко так прохватно, потому что это экспоград в Краснодаре на Кокрестный 1. Кто знает, это вот большие потолки. То есть здесь все как взять эту технику. Они составляют очень много раз в конференции. А баннер поэтому выбрал, скорее всего, такое помещение. У него там почта адрес реальная. Около тысячи человек, скорее всего. Вот очень интересно, очень интересно. К сожалению, я не могу передать вам всего того, что здесь происходит. Потому что я стою вот, стою за камерой. Стою за камерой. Но какими-то инсайтами, возможно, а то где-то в других видео, более-неволей я поделюсь. Потому что реально очень ценная информация для бизнесменов, для предпринимателей, для людей, для людей. Человекам быть не очень много. Среди множества вариантов мы стремимся найти то, что откроет большую силу возможности. Искать свое предназначение. И следовать за ним. Полагаться на разум, развивая в себе рациональность. Правильно. Формируешь ты. Продолжай. Есть такая история. Говорят, что предприниматели – это невероятно рациональные люди. Это правда? Поднимите руку, кто считает себя рациональным человеком? Ожидать новых результатов, действуя по-старому. Но если вы той же лопатой, теми же руками копаете ту же грядку, почему вы считаете, что там должно вырасти что-то другое, сажая туда те же семена с теми же людьми? Но вы хотите еще больше. Тогда что-то нужно поменять на уровне действий. А что нужно, чтобы поменялись ваши действия? Мышление надо поменять. Поэтому мы сегодня учимся чувствовать. Где мы ставим уже с молоду и себя, и наших детей. Ты должен. И вот в этом состоянии ты должен, когда у человека нет смысла, нет энергии, нет эмоций. Но самое главное – нет никакого выбора. В режиме принуждения нет выбора. Человек делает то, что он должен от страха, потому что не может не делать. Окружение, привычка, социальные нормы. Я очень часто слышу со мной так, и я так, меня так воспитывали, и я так делаю. А теперь всегда так. Да? Можем ли мы это менять? Кто определяет то, с каким чувством мы идем, каждый день в наши офисы, возвращаемся домой. Сам человек определяет. У нас это встроено в нашу ДНК. Я живу, действую, и тогда это уже о самореализации. Но невозможно себе сделать красивую фигуру и тело, если вы мышление оставили на предыдущем уровне. Если у вас мышление, должествование, принуждение, нет смысла, нет энергии, ты их как не распрямляй, это тело, оно все равно будет скручиваться. Сообщать человеку о его навыках, способностях, умениях, о том, в чем он молодец и крут – это искусство. То есть мы больше склонны видеть недостатки и видеть из себя и других через минус и через критику. У нас вся система воспитания, образования и вообще взращивания людей и в бизнесе, и вообще в семьях, и в школе именно по этому принципу построена. Нам кажется, что развивать кого-то – это сказать, что у него не так, и сказать, как надо действовать. А мы помним, бесполезно ожидать новых результатов, действуя по-старому, а чтобы действовать по-новому, надо что-то осознать. Поэтому делать по-другому не работает. А что работает? Сказать человеку, что он мог бы по-другому. А для этого нужно показать, в чем он молодец. Конечно, похвала, благодарность. И вот на этом уровне могу говорить человеку, в чем он молодец, в чем вы видите его способности, в чем вы видите его умения. Что болевает, то и растет. На что направляете фокус внимания, то и начинает расширяться, увеличиваться. То становится реальностью и его, и вашей. В общем, вот пошла конференция «Альфа-конф». Здесь приглашены гостями были Илья Веркуха, Алла Михеева, кто знает о них, они на первом канале «Альфа-конф». Они на первом канале «Альфа-конф». Он фигурист, серебряный призер «Альфа-конф». И телевизор «Альфа-конф». К сожалению, я не могу увидеть локт, если бы вытянулся со своей камерой, но при этом я их увидел, они очень много интересных вещей рассказали. «Альфа-конф». Поэтому мне нравится то, чем я занимаюсь. Дальше больше. В общем, закончился форум, а именно «Альфа-конф». Так было названо мероприятие. Очень, кстати, необычно, но прикольно. Очень много подчеркнул знаний, каких-то инсайтов, модное слово. Очень, очень такой плодотворный день. То есть был я как со стороны творца, выдающий картинку, но при этом как будто бы сам поучаствовал. Там было собрано очень много крупных компаний. предпринимателей, бизнесменов. Кто-то даже говорил, что доллары миллиардер. Это дядечка там в возрасте. Поверь мне ему, поверь мне ему. Очень много было сказано про доверие в бизнесе. Наша страна самая малая оказалась по процентовке. Не знаю, кто считал. Именно по человеческому доверию в бизнесе, в партнерстве. То есть это очень печальные цифры. То есть у нас никто никому не верит. Отсюда как бы некоторые бизнесы схопаются, потому что такая статистика. Статистика все-таки дело хорошее. Вас же хочу попросить оставлять комментарии. Интересно ли вам такой формат вообще, то что я делаю. Носите какие-то предложения. Может быть что-то хотите более иного в плане увидеть, узнать. Там из съемочного процесса. Не знаю, там из футбола, из гонбола. Отовсюду где я буду. Вот впереди буду радовать вас новым видео. Мне эта тема заходит, очень нравится. Очень непривычно, но постепенно уже привыкаю. Как видите, уже четвертый выпуск на носу. Вот. Смотрите обязательно прошлые выпуски. Вот это из гонбола, из футбола. В общем выполнение. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ваше внимание очень ценно для меня. Вот. Буду признательно благодарен. Я уже сейчас вам признательно благодарен. Уже ложа руку на сердце. Но я вообще за то, чтобы сердца были добрыми. Добрыми. От доброты и любви этот мир станет только лучше. И исключительно уникальнее и лучше. Поэтому всех обнял. Всем рад. Чао.